Продолжение следует... 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 Едем! Мадемуазель де Сан-Марс, не хотите ли вы мне что-нибудь сказать? На первой же остановке. Итак? А он спасен, вы уверены? О, на этот счет вы можете быть спокоен. Я видел, как он сел в коляску и уехал. О, месье де Останьян, я вам его освещаюсь. Видели бы вы меня 20 лет назад. Я нахожу вы и теперь великолепны. Ваши комплименты не совсем заслуженные, но приятные. Между прочим, вы хотели мне что-то сказать, разве нет? Еще что-то? Да, вы мне дали клятву, что... А, вспомнила про нашего узника. Да, про узника. Посмотрите, мсье, нам с мадемуазель удалится. Ей кажется, необходимо мне кое-что сообщить. Вот это не дурно. Но что у вас общие... Государственные дела. А, ну тогда... Ну, а теперь я вас слушаю. Вы изумительны, не даром, а вас все говорят. Но вы меня разочаровали. А дьявольщина, чем же это? Я думала, что у вас гасконский акцент. Ах, акцент, я его потерял в Париже вместе с иллюзиями. Слышали бы вы меня 20 лет назад. Понюхайте. Что вам известно о узнике? О, мсье Д'Артодиан, вы не любите цветы. О, дьявольщина, после поговорю о цветах, что вам известно о железной маске? О нашем узнике? Именно. Я знаю, что он бежал. Это я знаю. Где он? Я не знаю. Но позвольте, а ваша клятва... Давай клятву, я вас не обманула. Я его видела? Где вы его видели? С вами на одной крыше. Прокрёте, чёрт, побери! Не смейтесь, не смейтесь! Очень странно. В отель де Сан-Марс. Признайте, что это справедливо. Очевидно, в нашу эпоху государственные дела намного сложнее, чем в дни моей молодости. Он уже не придёт. Вот и он. Я маркиз Де Ван Рей. Я Ван Де Меннен. Мы вас ждали. Вас кто-нибудь видел? Никто. По-моему, здесь наверху школа, не так ли? Совершенно верно. Меня устраивает место учителя в предместе Парижа. Вдали я от любопытных взоров. Кроме того, для всех тайна, что я голландец. Правда, занятия ночью могут вызвать подозрения. Так вот. Нас заставляли действовать несколько причин. Знаю, знаю. Выполняя волю правительства Голландии, вы стремитесь помешать заключению мирного договора между Испанией и Францией. Этот договор поставит нас в зависимости от Франции. Вот так. Я добиваюсь только одного. Чтоб мне вернули чинь капитальных варкет. А я из-за королевской немилости лишился губернаторства в поле. Убрать короля. Это все, что нам остается. Но кем мы его заменим? Господь тоже решил убрать его. И, кажется, уже действует. Скарлатина не шутка. Она убьет его величество. Нет. Наш посол как раз предупредил меня, что его величеству Людовику уже намного лучше. Никаких поводов для беспокойства. Будем же рассчитывать только на самих себя. Можно похитить его величество. Это очень просто. Возможно. Но кем его заменить? Тем, у кого есть титул. И кто будет угоден двору. Парламенту. Духовянству. Армии. Иностранцам. Пастым людям. Так, может быть, мы провозгласим республику. Республика во Франции. Этого не допустит народ. Ему нужен кто-то, кого можно любить или ненавидеть. Но кто? А кто знает кто? Ну действительно кто? Стой! А в чем дело? В том, что вы доехали. Мы уже в Париже. Вы идите своей дорогой. Нам не по пути. Уведемся попозже. А его ты оставишь мне? Да, оставлю. Он будет нам еще очень полезен. Я уверена, что он знатный господин. Вы не очень на меня рассчитываете. Я сам без гроша, только вышел из тюрьмы. А вот это уже мне нравится. А что же вы сделали? Ничего. Возможно, ведь я на свободе, а тюрьмы переполнены. Очевидно, туда попадают без всякой вины. Я продам лошадь и коляску, которые ты украл, и куплю тебе все новое. Ну и что будет дальше? Поступлю в театр. Ты меня заставлял играть в Кюре в Провансе, дочь нотариуса в Кане, юную мещаночку в Авеньоне, старую ведьму в Саилисе, клерка в Руане, булочника в Плубе, сыщика полиции в Каркасоне. Так не лучше ли по-настоящему уйти на сцену? На столичной, разумеется. Когда у меня будет гардероб, я получу ангажемент в театр Мольера. Ну, а теперь быстро убирайтесь. Ну, послушай, неужели ты нас обоих бросишь? Ну, конечно, вас обоих. Хотя о нем я, наверное, буду жалеть. Но ты постарайся, чтобы я с ним еще увиделась. Эй, приятель, простись и выходи. Иду, иду. Скорее. Но! Что это за место? Париж. Придется идти пешком, потому что морем въезжают. Я направлюсь прямо в Пом-де-Пен. Не люблю таскаться по улицам. Всегда рискуешь попасть в руки полиции. Пойдешь со мной? Нет, у меня визит в один дом, и это очень срочно. Захочешь меня повидать, приходи в Пом-де-Пен на Гран-Три-Андри. Приду. Спасибо тебе, за что сам знаешь. До свидания. До свидания. Тебя освободили? Нет, месье, я сбежал, чтобы просить у короля правосудия. Что? Вы поможете мне? Нет, 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 не могу. Не проси меня. Уходи. Оставь мой дом несчастный. Но почему, разве я преступник? Стоит кому-нибудь узнать, что я тебя видел, я буду казнен без всякого промедления. В чем моя вина? Она в твоем лице. Твое проклятие заключено в твоем лице. Уходи, уходи, спрячься, если хочешь жить. Прощай, Анри. Уходи, уходи сию минуту, и ради бога, больше никогда не приходи сюда. Я уволяю тебя, Анри. Кошелек, месье, или жизнь? Ты что тут делаешь? Пытаюсь поправить пошатнувшиеся дела. Идем. Какое у меня лицо. Ничего, у тебя прихорошенькая морожка, если верить Марион. Ты похож. Чертовски похож. Но вот только вспомнить бы на кого. Во всяком случае, я буду тебя покровительствовать. Выходить нам с тобой лучше по ночам. Я отведу тебя в Пом-де-Пен. Эта церемония была бесконечной. Да, он несколько затянул, наш епископ. Я тоже так думаю. Но, конечно, все мы с восторгом и трепетом присутствовали на молебне и благодарили Господа за выздоровление Его Величества. Как жаль, что, исцелив короля, Бог забыл снабдить каплей разума его венценосную голову. Он виделся с вашей племянью. Пишут друг другу. Стыдно читать. Пора с этим покончить. Уже давно пора. Но как? Я еще не решил. Капитан Д'Артаньян. О, Боже, я только сейчас вспомнила. Не тревожьтесь, я все улажу, как всегда улажу. Что же будет с этим бедным ребенком? Я о нем позабочусь, мадам. Вы очень проворны, браво. А теперь отвезите вашего пленника в Бастилию. Не могу, ваше Пресвященство. Не можете? Почему, хотел бы я знать? Вам все объяснят, ваше Пресвященство? Что это значит? Что это такие? Где ваш пленный? К несчастью, он сбежал. Но, правда, до моего прибытия мне не в чем себя укрикнуть. Но равно, как и мне, ваше Пресвященство. Ваше Пресвященство виноват в торговле. Да-да, с его проклятым кораблем, который привез шо-шо-шо-шо-колад. Что это? Такое лакомство. Вы не слышали о нем? Это довольно вкусно. Позвольте получить одному доверенному лицу выяснение этой истории, ваше Пресвященство. Может быть, вы забыли, но меня давно ждут. Подождите, я пока ничего не понял. Это совсем просто. Все началось с того, что мой собственный пес меня укусил. Значит, он взбесился. Весьма огорчен. Но вас я огорчу еще больше. Вы на всю жизнь запомните, что значит упустить заключенного. Всех троих отправляю в Бастилию. Прошу вас! Король! Церемония не очень утомила, ваше Величество. Понятно. Ваша дочь, Массири? А как вас зовут? Сирия Барон де Сен-Марс, комендант крепости Сент-Маргерит. А вашу дочь? Что, моя дочь? Как зовут Мадбазель? А, как зовут? Изабель, сир. Ого, просто чудо какое имя. И как подходит, сир. Эта девушка тоже чудо. Не правда ли? Я надеюсь видеть вас, месье, с вашей дочерью. На балу, который дает наш двор. Сир, это, увы, невозможно. То есть вы отказываете? Господин кардинал меня с дочерью отправляет в Бастилию. Ого, что вы! Вы просто не очень внимательно меня выслушали, месье Дессен-Марс. Я говорил, что отправлю вас в Бастилию, но, разумеется, не в качестве узника, а в качестве коменданта. А вашей дочери предоставляется место в свете его величества. Она будет фрейлиной. Самой красивой из всех фрейлин. Ваше величество, вы хотели со мной поговорить относительно... одной особой особой. Мари Манчини. Но мне это не к спеху. Боюсь, что разговор не состоится. А теперь вам пора отдохнуть после длительного пути. Я хочу, чтобы моя Изабель затмила всех дам на этом полу. Я ведь возлагаю много надежд на вас, мое дитя. Одну минуту, месье. Кого-то наказать необходимо. В Бастилию вас будут сопровождать, месье Дель-Лурм, два гвардейца. Но, ваше Преосвященство, буду ли я вам полезен, сидя в тюрьме? Не меньше, чем гуляя на свободе. Но, будучи свободным, я могу найти железную маску. А можете ли? Да, ваше Преосвященство. Доставьте его мне, мертвым или живым. Нет, пожалуй, мертвым, а не живым. Поверьте, мадемуазель, вы находка для трупа господина Мольера. Я всего лишь субредка, да и роль крошечная. Это ведь дебют. Но многообещающий. Вы так добры, короче. Я вам помогу сделать карьеру. А вы можете? У вас была всего одна фраза, а я подумал, какой талант, какая проникновенность. Но мне нужно ближе узнать ваше дарование. Но где? У меня. У меня нам никто не помешает. И только вы будете моей публикой. О, не хвала, смогу сказать, какой публикой. Прошу в карьеру. Да, но я жду свою. Но зачем ждать? Нет, мадам, прошу вас выслушать меня. Не на одну секунду не переставая думать о вас, я два раза пересяг Францию, с конца в конец. Но я вам не верю. Меня чуть не утопили, чуть не посадили в тюрьму. Я сражался с полицейскими, прыгая с крыши на крышу. И все-таки я все время думал о вас. А добравшись до Лувры, я стал всем надоедать. Одним вопросом, который повторял бесконечно, где мадам Дешон? В разыгрывании комедии вы не уступаете Мольеру. Так по-вашему, я комедиант. Значит, вы усомнились в моей искренности. А ваш пленник, за которого вы ездили на край света, очаровательный. Не правда ли трудно смотреть равнодушно, найти кудри, темные глаза? Даже король попал в плен к этому пленнику. Клянусь вам, что между, между изобелем мной... Так он, к тому же, Изабель. Возить домой! Мадам, вот и вы, месье. Я ищу вас весь вечер и уже думал, по правде говоря, что не найду. Добрый вечер, до свидания. Стойте! Минутку, месье. Как вы мне надоели, месье! И почему вы не бастили? Позвольте, я вам все объясню. Обстоятельства несколько изменились. Кардинал возложил на меня ответственную миссию поймать железную маску. И если нам это удастся, то мы бы с вами получили... О, черт! О чем вы говорите? О, месье, я вам предлагаю со мной вместе начать поиск. Слушайте, я только солдат. За то, что вы мне предложили впутаться в дело полиции, я вас отберу за уши. Базиль, домой! Послушайте меня, месье! Я с вами посчитаюсь! Дуэль! Помните, вы меня вызывали. Теперь я свободен, месье, и к вашим услугам. Не могу быть к вашим услугам, месье, потому что теперь я не свободен. Я на службе у кардинала. Люблю ночь. Ее любят все воры. А я еще не воровал. Ты быстро научишься. Когда останешься без гроша, поневоле попробуешь научиться. Караул! А ну, повтори, что ты сказал. Нет, месье, зачем же? Я уже понял, что вы благородные люди, и что вы отнимаете у меня не жизнь, а только кошелек. Совершенно верно, кошелек. Да, месье, ради бога, берите. Я отдаю его от чистого сердца. Даже так? Как говорят, к общему удовольствию? Что это значит? Какое падение нравов? Упрек мне тебя, дружище. С кошельком ты прощался мужественно. Иди своим путем. Благодарю, месье. С вами у нас будет другой разговор. На каком основании вы грабите там, где обычно работаем мы? Вы посягнули на нашу привилегию. Привилегию? И стоить это вам будет дорого. Дорого? Очень дорого? Сержант! Сержант! Они на меня покушались. Вот здесь близко. И кошелек взяли. Они вооружены. Стоп! Они там, сержант. Вы говорите, там? Ну да, господин сержант. Они там еще. Приготовились. Кругом. Шагом. Хочу. Остерегайтесь. Яблоком. Яблоком. Это не в моих привычках. Более. Разбойники обратили в бегство. Ночной караул так они ужасны. А-а-а. Ну, наконец. Вот на ком я вымещу твое дурное настроение. Эх, эти мужики тер. авидс! Всу... А-а-а! А-а-а! Вот как десять против двойниц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это произошло во Франции в 17 веке. Однажды в душную летнюю ночь на одной из парижских улиц остановилась карета. В нее вошел человек в железной маске. Продолжение следует... Каждому, кто увидел бы лицо неизвестного узника без маски, грозила смерть. И не потому, что молодой человек был уж очень непривлекателен. Напротив, несчастье его состояло в том, что он был неотличимо похож на короля Франции Людовика XIV. Людовик и Анри были братьями-близнецами, и ни один из них не знал о существовании другого. Знали эту тайну только их мать, королева Анна Австрийская и кардинал Мазарини. Двойник короля мог бы послужить предметом смут и заговоров. Лишний король в политической колоде мог бы спутать карты в сложной игре Мазарини. И кардинал счел нужным запрятать лицо Анри под железную маску, а самого его заточить в крепость на пустынном острове Сент-Маргерит, находящемся в Средиземном море. Юноша, не знающий за собой никакой вины, был бы обречен на полное одиночество, если бы ему не посчастливилось завоевать сердце дочери коменданта крепости, прекрасной Изабель. Узник в железной маске считал, что о нем не вспомнит никто в целом мире, но в этот час он понадобился самым могущественным людям королевства. Внезапно тяжело заболел Людовик XIV, которому предстояло жениться на испанской инфанте. Важный в политическом отношении брак нельзя было отложить, и Мазарини принял решение заменить Людовика его двойником железной маской. Доставить узника в Лувр он поручил капитану мушкетеров Д'Артаньяну. И капитан Д'Артаньян тотчас поскакал выполнять поручения, хотя... хотя у него были совсем другие планы на этот вечер. Но что поделаешь? Долг службы! Долг службы оторвал мужественного капитана от весьма важной и содержательной беседы с дамой его сердца, Мадам Д'Артаньян. Капитан Мушкетеров не щадил коня и... и все-таки опоздал. В эти минуты пленник покидал свою тюрьму. Изабель ловко устроил этот побег. Любовь делает изобретательной самую бесхитростную девушку. Комендант крепости прекрасно организовал погоню, но поймали не беглеца, а капитана Д'Артаньяна. И вот снова мчится черная карета по дорогам Франции. Но как переменчива была судьба в 17 веке. Под стражей уже не узник, а его тюремщики. Д'Артаньян везет их в Париж, где им предстоит держать ответ за побег железной маски. По пути в Париж Д'Артаньян невольно помог беглецу скрыться, освободив его от преследования жандармов. Галантного мушкетера обманули невинные глаза Изабель, которая ухитрилась направить его шпагу в защиту своего возлюбленного. Д'Артаньян самоотверженно сражался и был крайне возмущен, когда понял, что его провели. Да, так, вот так, так. По тем временам штрафовали за обман должностного лица. В Париже тем временем против короля готовили заговор. Его возглавил приближенный ко двору маркиз де Вадерей. По воле случая ему на помощь пришел Д'Артаньян. Д skillet! Ну? Что там еще? Ха-ха-ха-ха! Сступаю вам поле боя. Оставьте себе кошелек. А вот еще один. На память! Нет-нет, вам не следует меня благодарить. Я отплатил за удовольствие, которое получил в вашем милом обществе. Он великолепен, этот мушкетер. Глядя на него, я готов примириться со всей армией. Пойдем. А-а-а! Красивые, знатные, господа! Хотите знать, что с вами будет? Дайте мне руку. Я предскажу тебе твое будущее. Но меня больше интересует мое прошлое. А мое будущее, эшафот, и мне нет смысла тебе платить, чтобы ты подтвердила это. Да, я ведь поважаю тебе, что у меня в своей постели. На-на-на-на! Умирайтесь, плутовки! Кошелек! Они у меня... Не будешь зевать! О, боже! У меня взяли кошелек мушкетера. Не будешь зевать, но не в этом дело. Нет, нет, это бессмысленно. Стой и слушай. У тебя здесь крестный? А у меня идея. С этим делом. И хоть вы дворянин, вас отправят на эшафот. Вы мне не верите, месье. Обыщите мой дом. Ну, если он здесь, что же? Я пойду на эшафот. Может быть, вы его и не прячете у себя, но вы ему помогаете. Это ложь! Ложь! Я его выгнул из своего дома! Итак, месье, вы видели своего крестника? Где он сейчас? Клянусь вам, я не знаю. Да, я пора и все скажете, месье. Не звука. Идите. Прошу. Мне нужно поговорить с месье де лавалет. Но его нет дома, месье. Это сегодня третья неудача. Я его сын. Не могу ли я заменить его? О, я буду очень рад, если вы его замените. Речь идет о деньгах. Я здесь от имени его крестника. О, от нашего анри, что же вы стоите. Прошу вас. Как он поживает? Плохо, из-за того, что... Ага. Вы разрешите? Прошу. Ваша слуга. Ага. Ваша слуга. Прошу. Капа. Видео. Прошу. Ваша слуга. Прошу. 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 ну что я поговорил с сыном твоего крестного и вот у него нет сына ты попал в ловушку он за тобой следит очень приятно вас снова видеть монсеньор я в ловушке беги я останусь продолжу знакомство на помощь на помощь стоп сержант много вас тут увы я один взять его не меняйте меня когда я тебя нашла в фонде пен за тобой охотилась полиция совершенно верно у тебя нитью не было в кармане совершенно верно днем ты голодный спал в каком-то логове а ночью ты выходил грабить но мне не везло я приютила вас у себя тебя и даже ластримона вышли при пивальичи все у вас было вот за это мы тебе благодарны но ты и он вы меня оба совсем не замечали как будто и нет меня ластримон каждый день напивался на мои деньги а ты ни разу не подошел ко мне но я тебе уже говорил я люблю другую только о ней все время думаю да разве я прошу твоей любви я прошу чуточку нежности ты забыла о своем покровителе о нашем животворном источнике о роге изобилия то есть о маркизе водрея он будет ревновать я думаю ну и пусть но он не бывает здесь ах негодяй я тебя вручу и вас тоже о сил ваше величество простите мне это заблуждение я был непочтитель но поверьте невольно стоило мадемуазель меня предупредить что ей выпало честь обратить на себя внимание вашего величества я готов понять ваш гнев но не позволю над собой издеваться издеваться над вашим величеством о если вы еще раз назовете меня величеством я вам расквашу нос на его величество выражается менее определенно но почему вы приняли его за короля мы с ним дружны много лет вы клянетесь конечно тогда вам улыбнется счастье и мне тоже ваше пресвященство мой поклон нет он на него не похож а то бы это не кончилось добром что вам нужно что мне нужно собственно я мне ничего не нужно я прошу вас господа приготовиться к встрече его величество он сейчас будет здесь мы погибли начали спрятать нас успокойтесь господа и спрячьте ваши шпаги прошу кто вы такой мсье не знаю кто ему скажет кто он такой король смотри что это значит король людовик четырнадцатый на троне вместо его величества людовика будет его величество людовик но причем тут я при том мой милый что ваше сходство с королем нам позволит посадить на трон вас вместо него я ничего не понимаю в заговоре против его величество людовик но предупреждаю что не буду принимать в нем участие вы сошли с ума все маркиз вы редкий дурак все ван дэн дэн вы такой болван что я даже не прошу у вас удовлетворения вот эти оба как быть с ним он все знает у нас выдаст изменнику смерть не выпускать его взять под стражу давайте вместе обсудим ситуацию но вы идите идите вперед зачем ты пришел он тебя тоже наказал если он останется я хочу слышать мы его посвятили свои планы и у тим убеди его мы тоже играем в заговорщика вот увидишь как меня будут освобождать из темницы месье ван дэн дэн он мой учитель думать что все знает ты у него спроси сколько японцев японии он тебе скажет они знают что здесь дыркой через нее можно выйти на улицу лезь туда мне не к спеху спасибо значит трон тебе не нужен да трон мне не нужен я бы не отказался и все это из любви к его величеству людовик а он тебя любит людовик очень скоро стараниями людовика ты станешь рогатым что он сейчас с твоей милой изабель я обо всем знаю от маркиза тебе не говорила подобрать это всему двору известно изабель до сен-марс новая фрейлина в свете королевы брось молодь здорово подожди это еще не все живет она одна красивом доме вблизи парижа и сам король навещает ты мне покажешь этот дом пожалуйста я его запомнил королю не сдобровать если это правда бедный король да 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 ну-ка подсади ты меня портишь я обыкновенный вор а из-за тебя стану авантюристом да тише ты не шуми темно-тар probabilities а atal марка братья бут б書 з Субтитры создавал DimaTorzok Я пришел, мадемуазель, предупредить вас о визите Его Величества Да? А железную маску уже нашли? Пока еще нет Значит, не все потеряно Нужно только подождать Вы его так любите Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Его Величество Король Трогайте! Вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Да, я помню, Сир, я упала в обморок, когда увидела вас впервые Но ведь это... Это очевидно, потому что перед вами появился король Франции Но мне показалось, что это любовь Это и была любовь, Сир Но тогда почему вы меня оттолкнули? Почему вы со мной так суровы? Это любовь к вашему лицу Потому что ваше лицо... Мое лицо? Напоминает мне другое Стоп! 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 Его Величество нет! Мы потеряли короля! Черт побери, он испарился, исчез! Что прикажете? Что прикажу? Вернемся! Назад! Скорей! Хо! Хо! Я устал от ваших фантазий Завтра весь двор едет Фонтен-Дло Вы тоже едете Такова моя воля Его Величество, король! Его Величество, король! Мне пришлось ждать Мне пришлось ждать Вперед! Он с нами! Здравствуйте! Здравствуйте, король! Здравствуйте, король! Здравствуйте! Может быть я была с вами жестокой Но совсем не замечательно Эта грубость все это артаньян Ах! Мне кажется Вы кого-то ищете В вас! Как всегда только вас! Но я перед вами стойко искать Ах! Я боюсь, что я стал жертвой галлюцинации. Взгляните на того лакея. Мне кажется, что их двое. И мне тоже. Их двое? Не больше. Я не прощу себе, что была с вами жестокой. Это по моей вине вы в таком состоянии. Но я берусь вас вылечить. Есть только одно средство меня вылечить. Да, вечером. Сегодня. Сегодня вечером, капитан, вы скортируете короля Фонтенбло. Благодарю. Фонтенбло. Но ведь и я буду там же. До вечера. В десять, капитан. Фонтенбло будет маркиз Водрей. Он вам все объяснит. Они подъезжают. Фонтенбло будет маркиз Водрей. Ай, черт, попробовал этот мост, я вас всех придачу. Ну, что вы боретесь, господи? Да что с вами такое? Ну, скорее, вдогонку за каретой, живо, выходите! Итак, дорогой, все теперь в ваших руках. Я не подведу. Ну, черт побери, ну, вперед! Я не подведу. 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 Я не подведу, чтобы она с колеи. Я не Hobbs шляпу чуть-чуть. Ха-ха-ха! Ого! Насколько я понимаю, у нас намечается новая фаворитка. Вы забыли мне сказать, мадам, главное, это будет вечером, но не со мной. Но все это, я, поверьте, сама изумлена. Вы меня отталкиваете после всего, что было раньше? О чем вы говорите, ваше величество? О вашей нежности, о вашей пылкости, о покорности. Вам угодно шутить? Напротив? С того самого дня, как вы стали моей любовницей? Этого никогда не было и никогда не будет. И хотя весь двор давно думает иначе, мне... Вам приятнее ложь, чем правда. Сир, мы сейчас одни. Зачем притворяться? Изабель, это правда. Я готов поверить, что вы не были моей. Уже верю. Я все вижу в ваших глазах. Я вас так люблю. Я вас не понимаю, Сир. И мне страшно. Не нужно меня бояться, Изабель. Вы же поняли, что я с вами шутил. Вы все еще боитесь. Я на вас совсем не в обиде. Я доволен, что вы не любите меня. А я в отчаянии от того, что отвергаю любовь вашего величества. Даже в отчаянии, мадемуазель. Не следует ли из ваших слов сделать вывод, что будьте понастойчивее, вы бы уступили. Я не могу быть вашей. И очень страдаю. Но вам нужен не я. Нет, вам нужен король. Только не король. Я хочу ласкать ваше лицо, но не могу, потому что это лицо короля. Ваш голос, рот, ваши глаза. Я их люблю. Люблю. Они напоминают мне его, приговоренного навечно. Только за то, что он похож на вас. Вы имеете в виду железную маску? Вот вы и признались. А в Париже вы делали вид, что вам непонятно, о чем я прошу. Значит, вам все известно. И преступление, очевидно, совершено с вашего ведома. Вот только без слез. И что же? Вы очень любите этого бедного пленника, который похож на меня, как родной брат. Он и есть ваш брат. И больше того, близнец. Что вы говорите? Я близнец его величества? А, я хочу сказать, что железная маска, значит, мой брат. И во избежание в королевстве возможных столкновений, его заточили. Во всяком случае, его лицо, ваше лицо. Не буду спорить. Но как вам удалось видеть его лицо? Но если вам известен и грозный запрет, то признаюсь, что я его ежедневно нарушала. И он был так же неосторожен, как вы? Он был очень влюблен. Я вас умоляю, спасите его. Он не будет оспаривать трон. Он уедет отсюда вместе со мной. От вас зависит все мое счастье. От кого же зависит мое? От мадам Дэшоу. Не зря же говорят, что она новая фаворитка. Вам это все равно. Ох, вы ко мне безразличны. Я бы любила вас, если бы не любила Анри. А если я спасу его, этого Анри, смогу я рассчитывать на вашу признательность? Вы не решаетесь? А, значит, лучше пусть он будет в крепости. Пусть даже умрет. Как вам не стыдно, Изабель? Ну, почему вы не хотите быть уступчивой? Хорошо. Я знаю теперь, что вы не любите его. Да-да, потому что, если бы вы его любили, вы бы поняли, что ему легче вынести вечную тюрьму, чем измену. Но вы не любите его. Нет, это неправда. Ну, как стыдно. Что же мне делать? Я так запуталась. Ничего не бойся. И довольно плакаю. Ведь это я. И чтобы вам угодить, моя радость, я отправлюсь теперь же с визитом к мадам Дэшон. Шлюха. Д'Артаньян! Д'Артаньян! Я вас прождала всю ночь. Вы были заняты? Это вы были заняты. Я видел, как его величество без всяких церемоний пошел в вашу комнату. Да, вы могли его видеть. Он ко мне заходил. Его величество, король. Ну, какой вы глупый. Если бы вы не были несносным злючкой и последили за моей дверью хоть одну минуту, вы бы увидели, как он вышел. Ровно через минуту? Для того, что он мне сказал, этого было даже много. А что он сказал? Как ни странно. Он приказал не любить вас. С той же пылкой, как он любит Изабель де Сен-Марс. Ха-ха! Выдумки! Он уже порвался, Изабель. А ей он раньше не был нужен. Да, Закен! Выслушайте меня. Теперь слушайте, Изабель. Слушайте внимательно. И вспоминайте. Анри! Я вас не обманула, как видите. Что толку задергивать занавески? Если скандал все равно продолжается. Но это уже не моя племянница. Союз, на который вы рассчитывали, теперь невозможен. Мне стоит обратиться к кому-то более могущественному, и он станет возможным. К дьяволу? Не так ли? Нет, к королю Франции. Я прошу выслушать со всей возможной для вас серьезностью то, что вам скажет кардинал Мазарини. Вы мне обещаете. Почему вы молчите? Прислушиваюсь к звуку вашего голоса, мадам. Я еще раз прошу вас быть серьезным. Положение, которое вы занимаете по Божьей воле... Божьей вы говорите? А разве не по воле тех, которые постарались, что больше никто не мог претендовать на мой трон? Вы знаете, Луи, о том страшном событии, которое от вас скрывали долгие годы? Забудьте об этом, Луи. Как забыла я. Вы король Франции. Во всяком случае, сын королевы. Разрешите, мадам, я вас провожу. У нас будет мужской разговор. До свидания, мадам. Сир, я вас очень прошу внимательно выслушать кардинала. Он безнадежен. Сир, я хочу перейти сразу к делу. Ваш, словом, ваш романс, мадемуазель де Сан-Марс, мне мешает заключить брак вашего величества с испанской инфантой. Ужасно не повезло несчастной инфанте. Этот брак... Этот брак не будет заключен, вот и все. Он будет заключен, иначе у нас не будет договора с Испанией. Значит, у вас не будет договора с Испанией. От этого зависит благополучие Франции. Может быть, вы не знаете, но этот договор, это мирный договор. Он даст возможность прекратить войну. Он гарантирует вашей короне влияние в других странах. Мое решение твердо, господин кардинал. Но я не вступлю в брак с вашей инфантой. Я король Франции и делаю то, что мне по душе. Вы короли должны уметь жертвовать собой. Вы не можете вести себя как обыкновенный влюбленный. А я ведь и есть обыкновенный влюбленный. О нет, Сир, я вас знаю. И знаю, что слова Франции для вас не пустой звук. Ну, а будь я совсем не готов к самопожертвованию во славу Франции. Что бы вы сказали? Я даже не осмеливаюсь сказать, Сир, что бы я сказал. Но вы, конечно, достойны трона. Древнего и славного трона Франции. Этого обширного королевства, которое так высоко, что его интересы выше интересов короля. Запомните это. Успокойтесь, успокойтесь, мой друг. Я вам уже простила ваши упреки. Но я хотел бы иметь более веские доказательства того, что я прощен. Я готов их получить тут же, в лесу, в сию минуту. В лесу? О, Боже! Капитан Д'Артаньял! Капитан Д'Артаньял! Дьявол их забери! Приказ королев! Приказ королев! Я скоро вернусь! Капитан? Ваше величество? Я доверяю вам, мадемуазель Десен-Парас. Как поживает твое величество? Я отказываюсь от короны. Жаль, я собирался стать придворным и даже начал приобретать манеры. Так вот, садись на лошадь и поезжай. Предупредишь маркизу Водрея и Ван Дэйн-Дэна. Ты все понял? Все, и даже то, что это не кончится добром. До скорого, малыш! Я тебя жду, старина. Сир, месье Капитан, ваше отсутствие засыпал меня упреками за то, что я забыла узника в объятиях короля. Браво, Д'Артаньян, и спасибо. Месье Капитан, я хочу вот в этом доме навестить одного узника. Его охраняют наемные убийцы, и они мне могут помешать. Я понял, Сир. Эй! А ты спрячься. Именем короля откройте! Что он делает? Именем короля откройте! Именем короля откройте! КОНЕЦ 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 Ха! Как жаль, что вы не видели меня двадцать лет назад! Я бы предпочёл не мять платья, нанося официальный визит. Но пора выручать Д'Артаньянам. Ах, мои голубки! Вы наконец поняли, что такое капитан Д'Артаньян! Ластримон, это ты? Нет, Д'Артаньян! Твоим услугам! Зачем тебе шпага? Ты сильна другим? Твоё оружие куда более грозно! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а! Слушай, побудь пока здесь, я скоро вернусь. Он, Ваше Величество, прошу простить, я невольно задержался. Их было 11, так что... Вы ошибаетесь, Д'Артаньян. Их было 12. 13, сир. Одного я помиловал, вернее. Ну да, одного, одного. Вот уж не думала, что он с тобой заодно. Отпустите ее и возвращайтесь к мадемуазе де Сен-Марс. Я скоро вернусь. Зачем вы пришли? Чтобы меня казнить, это было бы не казнью, а просто уничтожением, которого никто бы не заметил. Ваше Величество, взгляните на меня. Никому не известно, кто из нас на несколько минут или секунд старше другого. Вы действительно мой брат, и меня преследуют с самого рождения, чтоб никто не отнял у вас трон. Я... Я этого не знал. Теперь вы знаете. И не возмущаюсь. Я так и думаю. Государство часто кем-нибудь жертвует. Очень утешительно. Тем более, что пожертвовали не вами, а мной. Но ведь мы теперь поменялись ролями, не так ли? Но я не ропщу. Я принимаю участь, которой вам угодно было мне приготовить. И что же дальше? Вы займете, вероятно, мое место в Лувре. Вероятно, в Бастилии я займу ваши покои. Не зря же я закован в эту маску. Вы оскорблены? Я... Нет. И что же, попав в Бастилию, вы не откроете правду коменданту? Даже под пыткой? Нет, мой друг. Я предпочитаю, чтоб никто ничего не знал. Я думаю о Франции, о своем королевстве. Но, бог мой, до чего же мало я раньше думал о нем. Ничего, у вас много времени впереди. Ох, мне не нравится на вас эта маска. Я вам возвращаю ваш трон. Что вы сказали? Королем я должен был стать по воле заговорщиков, но мне не по душе их замыслы. Конечно, я мог бы их разрушить и заключить мир с Испанией. Так что же? Ничего. Я хочу быть свободным. Я верю, что инфанта очень мила, но мне милее другая. Вы женитесь на испанской инфанте? Должен. Ну, вот все к лучшему. Меня не прельщает управлять королевством. Я не мог бы так самоотверженно, как вы, думать о нем. Вашему величеству нужно только потрудиться выйти из этого дома. Там ждет Д'Артаньян, он вас проводит во дворец. А вы? Сегодня же меня здесь не будет. Я уезжаю с невестой. Нет. Почему? Я не позволю. Если бы вы заняли трон, то я был бы в бастилии. Теперь это ваше дело. А вы уверены, что я этому подчинюсь? Совершенно уверен. В королевстве может быть только один король. Два – это много. Я ведь не поручу, что никогда больше в вашу голову не взбредет фантазия вновь овладеть трону. Не стоит рисковать. У каждого из нас свое место. Мое в лувре, а ваше в пастилии. Возьмите мой плащ, чтобы никто не усомнился в том, что вы король. Ух так. А вот. Ух так. По-моему. Поехали. Ух так. Ух так. Ух так. Ух так. Увезите монсеньора в Бастилию. Оказывайте ему высшие почести. Потом вы сами, монсеньор, оцените эту перемену. Здесь в Бастилии превосходная кухня. Даже лучше, чем в Сент-Маргейт. Если вам хочется чего-нибудь особенного, прикажите. Да, мне хочется особенно поговорить с глазу на глаз с мисси Д'Артаньяном. Кажется, я невольно проник в то, что должно быть секретом, монсеньор. Он мне явно не по ключу, ваш секрет. И я буду делать вид, что страдаю галлюцинациями. Могу я для вас что-нибудь сделать? Да, вы можете. Я вас слушаю, монсеньор. Будьте защитником, мадемуазель Д'Ассен-Марс. Она легко может стать жертвой короля. Мисси Д'Алюрма, возможно. И, несомненно, отчаяние. Обещаю вам, монсеньор. Ваша красота, мадемуазель, вызвала некоторое смятение при дворе. И я вас уверяю, мисси Д'Алюрма. Вместе с ним вы уедете в крепость Сент-Маргюрит, комендантом которой я его назначаю. Возьмите ваше назначение, мисси. Я хочу, чтобы вы вышли замуж за мседа Д'Алюрма. Этого не будет. Я хочу, чтобы вы вышли замуж за мседа Д'Алюрма. Но если вам не угодно, вы будете не его женой, а его пленницей. Ваша карета ждет вас, мисси Д'Алюрма. Мисси Д'Алюрма, комендант. Я уверен, что вы сумеете заставить войти в нее вашу невесту, или вашу пленницу, как вам больше нравится. Меня эта комедия привела в восторг. Вас тоже, Сир? Это не было комедией, мадвазай. Склонитесь перед тем, что хоть и очень жестоко, но неизбежно. Это ваше решение? И мое. Вы меня не любите. Я должен удалиться. Завтра утром я выезжаю, чтобы встретить инфанто-испанскую, будущую королеву Франции. Уйдите, мадемуазель. Увожу ваше Преосвященство с признательностью... С применением силы, если нужно. Теперь не нужно. Он меня больше не любит. Так не все ли равно? Чудовище! Я прождала вас в этом лесу весь день. Прелесть моя, зато теперь я ваш. Навсегда ваш. Ну, я вас оставлю на секунду, чтобы сказать два слова Изабель де Сент-Марс. Снова она? Не нужно ревновать, любовь моя. Это поручение одного бедняги, последнее прости, несчастного густника. Очень жаль. Но месье де Лурм увез ее в крепость Сент-Маргарит. Тогда, мадам, я скоро вернусь. Ждите меня здесь. Монсеньор, ну, возьмите хоть кусочек. Этот ягненок приготовлен в солосе из трофелей и коньяка. Это неповторимо. Я совсем не голоден. И не буду пить. Монсеньору, может быть, не хватает дамского общества. Я привык к одиночеству. А не в том ли дело, что вам не симпатична слуга, которого прислали? Тот ли другой все равно. Да. Прежде Изабель удавалась развлечь вас. Но по приказу его преосвященства месье де Лурм увез ее в крепость Сент-Маргарит. Что вы сказали? Месье де Лурм увез ее в крепость Сент-Маргарит? Если вы угодно развлечься, я вам все предоставлю. Мне угодно, чтобы вы ушли. Ага. Слушаюсь. И вы тоже уйдите. Анри! Бастромо, ты! Не упоминай моего имени. Я тут на лестнице увидел того, кто меня судил в Реможе. И того, кто меня приговорил к галерам год назад в Тулузе. Знаешь, зачем я послан сюда? Чтобы тебя убить. Маркиз де Бодрей и все господа заговорщики нашли меня и наняли прислуживать тебе. А потом убить. Вот эту самую повязку пришлось нацепить, чтобы меня не узнали. Поскольку я знаменит. Мне заплатили вперед. Но я с тобой поделюсь. А как же? Теперь, когда я знаю, что Изабель в лапах до Люрма, я способен на все. Я ее увижу. Если нужно, пройду сквозь стену. Да, сквозь стену не проходит, дружище. Помоги-ка мне лучше справиться вот с этим малюткой. Ни-ни-то. Возьми, выпей стаканчик от Шамбериен. Не, спасибо. А по мне ничего лучше не бывает жить в этом дворце, в этой бастилии, где не рискуешь, что тебя узнают и схватят жандармы. Это мечта. Я молодею. Я верю в добро. Но мы отсюда уйдем. Что же хорошего будет в моей жизни? Тюрьмы, тюрьмы и плахо. Тебе знаешь, чего не хватает? Моей маски. Чтобы надуть правосудие. Повтори. Ну, повтори. Что? Неужели это возможно? А что тут невозможного? А маску ты бы мне дал? Я надену твое платье и повязку тоже, а ты мою маску. О, друг мой, это первый честный обмен в моей жизни. Ха-ха-ха-ха-ха. Мадам, ничего не угодно? Нет, мы спешим. Едем. Вперед! Здесь не останавливалась карета с мадемуазелем Сье. Он глуповат с виду, а она очаровательна. Да, только что уехали. Вон туда. Благодарю. Вы не видели кого? Капитана Мушкетеров? Так он только что. Карета с противным мужчиной и очаровательной мадемуазель. Они поехали в ту сторону. Благодарю. Будьте добры! Будьте добры! Знаю, знаю. Вы хотите спросить, не было ли здесь кареты с очаровательной мадемуазель и с каким-то там месье? Нет, нет. Постойте. Тот, кого я ищу... А, того с повязкой на голове. Нет, у капитана не было никакой повязки. А, мушкетер такой. Он ускакал в ту сторону, мадам. Спасибо. Базилий, вперед! Вперед! Побыстрей, пожалуйста. Побыстрей. По-моему, за нами гонятся. В лесу бродят бандиты. Вы так боитесь умереть? Что вы плететесь? Побыстрей! А я зову смерть. И боюсь, что она обо мне забудет. Д'Артаньяк! Чего ради, месье, вы остановили мою корейство? Издолго. Перед королем? Издолго перед собой. Я спешил, чтобы передать мадемуазель де Сан-Марс одно послание. Его величество. Нет. От пленника Бастилии. Он по-прежнему любит вас. И носит маску. Он сам говорил это. Говорил, что любит меня. Что по-прежнему любит. Да. А что же будет со мной? О, боже. Избавьте меня от него. Черт побери, Мсье. А наша дуэль. Вы теперь не на службе. И здесь все благоприятствует тому, чтобы нам с вами скрестить шпальню. Я готовлюсь. Ваш слугам, Сьё. Итак, мсье, Далюрн. На край света и побыстрей. О, держу, Барри. Ваша галята исчезла. Не старайтесь меня отвлечь, Мсье. О, только сейчас я видел. И больше не вижу. Ну вот он и, конечно, опять дерется с кем-то. Не стройте гримас, мсье. Все равно я не обернусь. О, на этот раз у меня действительно галлюцинация. Я снова увижу карету. Снова увижу даму. Да совсем не ту даму. Теперь я уже не та, мсье капитан. А из-за той, очевидно, вы обнажили шпалу. О, как мне пришлось спешить, чтобы увидеть это. Ну, вы не правы, мадам. Если у меня дэль, то только потому, что я давно обещал мсье это маленькое развлечение. И потому, что одна молоденькая девушка нужна ей в свободе, чтобы соединиться с любимым. Но этот любимый не я. Я дерусь, потому что утро сегодня не очень тёплое. И я не хочу схватить насморк. Я дерусь просто по привычке, потому что я салата люблю драться. Потому что без риска нет для меня жизни. И я рискую. Я способен нравиться с кем угодно. И справедливости долго. А бывает от дурного настроения. Я дерусь, чтобы не расстаться с молодостью. И чтобы понравиться мадам, я дерусь из любви к разнообразию. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но это в не разнообразии. Я заставляю ждать мадам Де Шом и вожусь с вами гораздо дольше, чем собирался. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха! Оставляю вам свою лошадь, Мзе. Мадам увозит меня в свои карелец. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я вас поздравляю, монсеньор. Теперь вы стали совсем другим. А я ведь не изменился. Я все такой же. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. С священными узами брака настоящим соединяю Сесиль, Аденаис де Лерош-Фонтен, вдову Ксавьян Риде Буаламбер, графе де Шом. С Шарлем де Баат, с месье де Артаньяном, Капитаном Мушкетёров Короля. Вашу подпись, пожалуйста. Вашу. Скорее! Скорее, капитан! Вас требует король! Я скоро вернусь. Продолжение следует...